Привет зрители! Сегодняшнее видео посвящено динамике разгона Toyota Camry. Мы сможем ответить на вопрос, какой двигатель предпочесть? 2.0, 2.5 или безумный V6 3.5 литра в 250 лошадиных сил? А может быть даже и больше, потому что для нашего рынка Toyota сказала меньше будете платить налогов, предлагаю вам 249 сил. Вот так. А кто хочет, чипует и получает просто какой-то космолет. Ну а это версия 2.5, на которой мы будем визуализировать параметры разгона. И именно она ответит на вопрос, какой двигатель лучше. Потому что мое скромное мнение говорит о том, что именно 2.5 самый предпочтительный силовой агрегат. Ну что, приступим визуализировать разгон. Конечно, осадки, вот такая вот осень, ничего не попишешь. Но пораду тех, кто любит реальные цифры, не какой-то искусственный псевдоразгон, а по сухому все замеры именно так совершены. Ровный участок, никаких проблем, тарированный везде. На моем канале именно такие разгоны, поэтому не беспокойтесь. Здесь визуализация, оценка словесная, а реальные замеры, конечно, в конце видео. Итак, Drive S. Все как нужно. ESP, конечно же, off, потому что нужно максимально вышлифовать этот асфальт, его буквально порвать. Но ESP будет все-таки сдерживать потенциал. Особенно это чувствуется на сверхмощном V6. И приступаем с двух педалей. Удерживаем машину и трогаем. Вся передача просто уходит в шлиф. Вы это, я думаю, очень хорошо услышали. Шиповочка. И динамично ускоряемся вперед. В лужу летать не будем, не забывайте. Раскаленные диски не любят перепадов температур. Так что всегда самым испытывайте свои автомобили и гоняйте тоже с поддержкой сознания. А то безумно вот так въедешь, а потом говоришь, у меня диски бьет, ай-яй. Но если действовать с умом, никаких проблем не будет. Итак, теперь завершаем визуализацию и посмотрим, каковы динамические свойства 2.0. Получилось 10.3 до 100. Что ж, неплохо, но, конечно, это чуть-чуть хуже, нежели хотелось бы от крупного седана. Давайте посмотрим, что у нас с 2.5, который мы только что посмотрели. А вот здесь уже здорово. Меньше 10 секунд, 9 по паспорту, 8.9 реально. В принципе, этого уже достаточно, чтобы сказать, машина достаточно быстрая. Вот такая вот ситуация. Ну а самый безумный мотор это V6. Давайте посмотрим, что там случилось. Безумный показатель. Первое на сухом, вышлифовывается вся, и зацеп поймать почти невозможно. То есть любое нажатие на педали газа на низких скоростях приводит к тому, передняя ось, а Camry бывает исключительно моноприводная. Буквальным образом разрывает асфальт, рвет резину в клочья, и ты ничего с этим не можешь поделать. Вот такой вот мощный мотор, Toyota сказала. Мы машину вроде и спокойно делаем, но Camry может быть сверхмощной. Не знаю, зачем такой мотор. Не понимаю. Тем более, он потребляет топливо намного больше, нежели четверки. То есть что 2.0, что 2.5 потребляет примерно одинаково при спокойной езде 10-11 литров. Вот такой вот результат. Конечно, пришпорив, получаем там 13, но это уж совсем, если носиться по городу, каждый до светофор раз педали продавливает до полика, да, там будет около такого расхода. У меня получается где-то, вот вы сейчас видите, сколько у нас там, 9,8. Из того, что постоял, педали подавил. Но выше десятки мы не поднимемся в любом случае. Вот такая вот ситуация. Ну а с V6 15 литров, 17 литров. Зато, да, да, динамика, которую реализовать на Camry, ну, очень сложно получается. Поэтому, очевидно, выбор, главный, оптимальный мотор для этой модели, это, конечно, вот это вот 2.5 и, конечно, эксклюзив. Для нашего рынка специально огромный планшет встроенный, замечательно выходит, замечательно можно оценить все возможности автомобиля. Но есть у него свои нюансы, о чем расскажу в тест-драйве в полноценном. Ну а с двигателями закончили. Поняли, что самый лучший мотор 2.5. Ну а для безумцев есть, конечно, и V6, который с ног сшибательный. Но все-таки пока нет полного привода у Camry, он избыточен. Но для статуса почему бы нет. Ну а с вами прощаюсь. До новых встреч. Такое вот видео немножко балабольное, как и всегда. Но все слова подтверждены реальностью. До новых встреч. Пишите ваше мнение по замерам. Пишите ваше мнение по тест-драйвам. С удовольствием с вами общаюсь. До новых встреч. Пока.